привет всем меня зовут юля вы находитесь на канале юлия емелия с приставкой нити это канал о вязании о всем что связано с вязанием и здесь я делюсь с вами своими описаниями мастер классами делюсь тем что я связала из чего вижу и какими-то наблюдениями в сфере вязания сегодняшнее видео это подборка готовых моих изделий а также проектов но перед этим я хочу просто примерно сказать что вообще произошло за это время за то время пока не выходила в эфир я вышла на работу магазин пряжи теперь вы можете мне наблюдать периодически в магазине пряжи city yarn пряжа для города и если бы не всякого рода изменения в жизни то я бы там находилась чаще потому что случилась больница болезни очень много чего и вообще на жизнь вносит такие существенные коррективы наш традиционный уклад ты предполагаешь а бог располагает поэтому так и происходит периодически вязать и стала меньше я думаю что этот заказ что этот сезон будет больше посвящен заказам но этого пока особо не случилось я ну массово заказа не обрабатываю так иногда ко мне приходят заказы и я с ними работаю также хочу поблагодарить своих подписчиков кто обратил свое внимание на мой личный канал ссылку я поставлю под видео и здесь где-нибудь ссылку на канал спасибо большое каналы совсем маленькие но я там стараюсь выкладывать свои рецепты какие-то разборы покупок это не происходит так часто как мне хотелось бы и в принципе я не сложно уделять много внимания и времени своим каналам к сожалению хотя мне очень хотелось бы и опять очередной раз я не понимаю как девчонки успевают в таком количестве монтировать видео но я не успеваю ничего не знаю и не сижу на месте вроде не халявничаю но я не успеваю делать видео девчатки я снимаю на эти видео но я их не монтирую надеюсь я скоро выложу новые видео на свой канал например о том как мы купили станцию алиса она появилась у нас доме очень интересная штука и я там выложу видео об этом сейчас в этом видео я хочу вам рассказать что я уже связала что я планирую вязать и что мне в процессе также упомяну о предстоящем мастер-классе который я бы очень хотела связать а сейчас я покажу вам изделие в общем это шапка эта шапка связана из ангоры в одну нитку ангора в одну нитку меринос вот так смотрится я знаете давно хотела связать шапочку из норки но так я не приняла это решение в положительную сторону потому что много слышала что норка сильно лезет в отличие от ангоры хотя и норкой ангоры это идентичный состав не знаю как у них может быть скрутка разная но тем не менее в общем место я остановила свой взор на ангоре и добавилась на нитку мериносы знаете другого цвета вот сейчас вместе остался хвостик после стирки я сейчас покажу вот у меня две ниточки ангора такого холщового цвета ангора вулси производство китай не италия наверное итальянские если из ангоры итальянской то она будет еще более пушистая шапка но у меня в принципе вот устраивает результат вот на красном фоне видно пух меринос здесь одна нитка биби биби премьер по моему 50 грамм 175 метров вид она уже постельно это шапочка виду этого получился такой меланжевый оттенок из-за того что серый меринос и вот такая холщовая бежевая ангора связана шапка ну можно сказать что резинкой два к одному нас лицевой 2 изнаночные 1 лицевая без протяжек здесь не вытянутой петли здесь каждый ряд провязывается я вязала снизу вверх провязала вначале ну вот так и вязала тоже лицо и одно лицо 2 изнанки сделала как бы поворотный ряд я видео выложу ссылку на видео и вы сможете посмотреть как разворачиваться в поворотных рядах как я это сделала вот в этом случае развернулась и начала вязать в сторону в обратную и ввиду того что я начала вязать в обратную сторону я тут же да там поворачиваешься на другую сторону и поэтому стала у меня куба изнаночная сторона лицевой поэтому шапка выглядит вот так где двойной отворот отворачиваем один раз сразу появляется лицевая часть и отворачиваем второй раз вот так сейчас я надену закрыла я на 4 клинышка вот таким вот образом между до в середине клинышка у нас две изнаночные петли мне очень понравилось именно такое расположение петель и что клини расходятся через изнаночные петли такие ребрышки очень приятные и вот это сокращение видите лицевые сходятся с лицевыми петельками очень прикольно выглядит единственное здесь такой был сложный момент у меня одна секция чуть меньше других я даже сейчас уже не пойму какая сумша так сматриваюсь ну раз это в целом незаметно значит это и в изделии тоже незаметно сейчас надену шапку я хотел эту шапку связать и продать то есть чтобы она была из наличия вот так лиджа . можно конечно сильнее отогнуть сильнее натянуть по моему классная посадка не знаю думала себе оставить но у меня есть пуховик пластик стоит ли носить с пуховиком но возможно если сама не буду носить если меня никто не купит то я отдам ее своей маме пускай носит и радуется от горовой шапки у нее еще нет такая шапочка классно чем шапка описание я не делала то если я буду еще описание делать на каждое изделие то я просто буду очень медленно вязать потому что пока ты делаешь описание нужно чтобы и руки были в порядке и свет хороший и все место было устроено вообще много факторов ладно дальше давайте покажу детскую шапку это у нас детская шапка сейчас все объясню про все эти детали решила я извязать массу своих остатков и решила что вероятнее всего они хорошо пригодятся для каких-то детских изделий потому что ну во взрослых изделиях из кусочков не всегда будет смотреться вещь а в детских вполне белая и серая нитка вот здесь в основании потом серая нитка это сиам шале потом пестрая нитка вот эти полосы вот здесь галочки малабрига риос плюс фабрика мишель там альпака стопроцентная тоже такая сиреневая я добавила для толщины зналит малабрига еще вот эту альпаку и внизу как вы видите я начала вязать жаккардом но потом прекратила потому что это было слишком долго что я не хотела морочь совсем и начала вязать вот такими полосами и что мне собственно очень-очень удовлетворила надо было на самом деле самого начала может быть и так вязать мне было лень распускать ну пойдет видите то есть у меня такое пренебрежение к процессу тоже бывает что это это спинка это задняя часть шапки я думаю прищука я здесь и крестик чтобы она стала где спинка впереди не было ничего ты была такая чистая шапочка без каких-то узоров и брошек но дочь говорит нет это впереди посмотри какая красота это же мы впереди находилась этим крестом ну понятно здесь шов переход из ряда в ряда в крест и в общем там бы это смотрелось просто и и общем смеялась больше всех наверное потом мы решили найти дома самую распрекрасную брошку которая ей нравится и вот прикололи и теперь находится брошка впереди этот помпон и по моему мне уже выступал здесь в качестве героя моих видео мы его из года в год носим позапрошлой зимой мы точно использовали нас он был на такой тоже жаккардовой шапки серая с пестрым его теперь он здесь завязочки я сделала крючком тоже есть у меня видео на канале поставлю ссылку но я хочу переделать потому что то ли я их слишком близко сюда поставила к глазу я все-таки нужно уголочек сюда привязать ушка потом уже завязочку потому что есть задувает немножко за ухо когда там сильный ветер она натягивает шапка проваливается сразу на глаза в общем шапка кстати чуть-чуть нависает я надеюсь что на следующий год нам тоже хватит но наверное я не выдержу свяжу что-то еще но я очень довольна что я связала часть своих остатков они метод по убавились немножко видите шапка уже готова это зимой не новая куртка и снуд такой большой ну как как бы побольше как обычно не подходит к ней потому что там очень широкий высокий город поэтому я я связала голове но мы так плавно переходим к следующему изделию горловина связана из мериноса лан агата суперсорт цвет кофейный это тоже остатки у меня остались после шапки луковки которая связана для меня и для нее у нас такой фэмили лук по симпатично так получилось такие полосочки это внизу расширение наверх и заужение через косы очень симпатичная но и не знаю почему но нам не сильно растянулась процессе ножки это детская она совсем не прилегает горло и думаю нет не годится нужно связать но в общем она нас прослужила наверное неделю от силы хотя вроде все в порядке на два с половиной я связала но куда плотнее плотнее некуда вроде вроде же маленькую связала вначале было замечательно но в общем из-за того что через большую голову на тонкую шею детскую надевается вот такие вещи они сильно растягиваются после этого я связала вот это тоже из остатков но я честно говоря очень горда то с тем что я использую свои остатки я прям вот мне это очень удовлетворяет процесс во-первых потому что я не расходу ресурсы семейные метод вот найти прям как душу греет прямо изнутри меня это тоже меринос ланагата супер софт здесь по моему что по моему такая же пряжа включена и вот такого цвета розы у меня старых старый оставался остаток один моток был я вообще никак не могла применить такого тот цвета румян вроде бы один вроде бы куда в общем он лежал 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 уже в образце лежал и я связала вот такую горловину и то есть вот как у меня например стойка до 10 трикотажный раз пошло плечо в этой горловине такого нет она расходится и плавно спускается вниз она опять растянулась но в целом стойка стоит она не заваливается не падать потому что вот это назвала заворачивалась не держала форму общем это что-то было вот такой непонятной на шее и тип плохие проекты тоже случаются вот здесь связала в 2 нити спицы уже не помню какие четверку вам я использовала четверку коса встречная через изнаночную до петельку вот изнаночная с изнанки лицо классический реглан через один ряд делала прибавки здесь ну совсем немного прибавок три прибавочки может быть две делала с ростком спинка закрыта грудка закрыта лизе нравится вот кусочек и не хватило это шнуром i-cord я обрабатывала вокруг конечно в две нити когда вяжешь вот этот шнур он какой-то толстоватый получается но на изделии которые связаны в две нитки в принципе ничего все уделила внимание этой горловине хватит моя горловина смотрите у меня тут череда горловин это моя я даже не знаю гевергенистный путь одинаково будут связаны она мне тоже растянулась это тоже из такой же пряжи меринос опять остатки и здесь я добавила альпаку анту и пока анта от инка tops коса с двумя лицевыми петли петлями ну не гениальное произведение искусства нам не знаю короче говоря не знаю как их вязать чтобы они не растягивались вроде бы не хочется чтобы ты когда надевал горловину и видать все лицо сполтало вместе с этой горловиной туда шею чтобы все аккуратно надеваться но с другой стороны она растягивается ну короче говоря я ношу она правда греет я уже думала может быть зашить ну вот буквально так и зашить и строчку проложить чтобы она была поуже ну пока этого не делаю может постирать ее следующая горловина это уже мужская понятно супругу здесь у меня арты бальзама пряжа плюс альпина плюс альпина альпака альпина великолепнейшая пряжа альпина кстати ей можно пить воды потому что такая мягкая просто как невероятного ну наверное на уровне мягкости ну точно с мериносом а то и помягче то есть у них качество вот прикосновения совсем разное короче говоря вот такая прекрасная пряжа сейчас я эту пряжу которая бальзама арты бальзама я покажу отдельно у меня тут еще кофта на подходе вот так смотрится в чистом виде а вот так с подмесом к ней черной нитки посмотрите как классно как углубляется цвет вот это простая горловина резинка один к одному ничего особенного но нагреет хорошо прилегает к шее надеюсь вот эта штука не растянется потому что но я очень плотно вязала плотнее не стоит вязать нужно будет уже валенок то есть либо нужно просто меньшее количество петель набирать все будет хорошо все с аксессуарами мы закончили теперь я покажу вам кофту мужская кофта и наверное лучше ее надеть потом на модель на владелица чтобы ее лучше показать вот кофта на модели сейчас расстегнули молнию застегни пожалуйста так смотрится и покрутить спинкой вот так сидит кофта в общем я очень очень довольна теперь передам такая получается кофта посадка мне тоже кажется все удалось молния так смотрится сейчас мы расстегнем вот так она изнутри не выворачивается вот эта часть потому что я подшила посадка воротник как и говорилось лица не видно шва подшивки горловины подшивала я в шов горловины собственно рукава ну вот я пусти пожалуйста длина рукавов в общем классная кофта получилась посадка как вы видите такая полуприлегающая пройма прямая небольшой подрез и высокая пройма потому что ну было пожелание сделать его полуприлегающей не сильно свободно именно ровно так как она сейчас его классно сидит застегни пожалуйста с ног как ты будешь носить вообще застегнутую или вот так ну вот собственно вот такая будет посадка и хорошо что горловина не сильно высокая где-то на пол шеи плюс-минус чтобы она у нас не отворачиваться знаете как впереди под подбородком бывает так в общем мне кажется очень даже удалось кстати говоря это первая моя мужская кофта и тем более с молнии вообще так серьезно-серьезно доволен да у нас котик приветик я отдельно снимала мастер-класс как пришивать молнию как и пришла молнию здесь здесь металлическая молния ри ри производитель стойка двойная молния разъемная с внутренней стороны молния пришита вот так фокусировка здесь полочки я подвязывала небольшой такой бортик общем планочку закрывала ее с лицевой стороны и потом уже пришивала молнию швом назад в иголку и есть у меня описание дан уже вышла на канале посмотрим что будет начали вот это видео или описание как пришить молнию отдельно пришивала горловину краткое пояснение как пришить головину тоже в видео с молнией есть потому что считаю ну это важным как уделить внимание пришить и не только как горловину как в принципе работать верхний этот как бы плечевой вот это шейный пояс у изделия как я пришивала здесь у меня нет шва с лицевой стороны внутренняя часть горловины пришита только внутри к шву горловины кофту я вязала из деталей отдельно связан перед перед то есть полочки спинка и рукава на рукавах и по низу резинка один к одному точно так же как по горловине только в горловине она двойная с отворотом здесь она одинарная кстати говоря я надевала эту кофту на мне тоже неплохо смотрится пройма здесь прямая есть небольшой подрез подмышкой он такой незначительный вот прямая часть подреза немножко вот до сюда прямая совершенно пройма пряжа она 50 процентов шерсть 50 процентов акрил по моему производитель гарантирует что это очень износостойкая пряжа выносливая и кстати говоря очень мужские цвета правда чем мужской цветом еще и другие цвета не нравится и женские средства есть потому что я задалась мыслью даже себе что-то подобное связать у меня еще одного не осталось может себе даже кофту сделаем вот такая кофта на модели посмотрите теперь много покажу о своих процессах смотрите какая красота это будет кофта детская это будет половер или джемпер или свитер что-то будет господи это будет джемпер ой хуже эти термины в общем это джемпер детский кофточка свитерочек в общем это что-то от мамы с любовью и теплом будет для ребенка я использую здесь пряжу ализе baby wool до 40 процентов 6 и 40 акрила и 20 бамбука вот такие у них корешки почему у меня это пряжа опять я ничего не имею против каких-то недорогих пряж но если бы они себя хорошо проявляли то я бы конечно не пользовалась вот это пряжа ализе baby wool у нас из такой только секционной пряжи был комбинезон сходила за комбинезоном смотрите вот такая у меня была лялячка маленькая маленькая да вот так даже приходилось надо при подвязывать короче говоря это у меня была выкройка взяла взяла взята из интернета связала я вот такой комбинезик симпатичный здесь зеленая потому что мне не хватило вот эта секционная пряжа он хорошо сидел но вот здесь вот между ножек не хватало объема ввиду того что там конечно подгузники какие-то или пеленки и у нее всегда все там расходилось и расстегивалось и я вот так здесь есть дырочка петелька петельку надеваешь на пуговку а потом вот эту пуговку на петельку на другую и получается между ножек закрыта гульфик в общем то такой на все такое дело он мягкий теплый и она как бы ну мы под верхником бени зон на какую-то еще вещь надевали и сказать что пряжа себя плохо проявила я не могу более того я бы хотела сказать что пряжа проявилась я просто великолепно короче говоря мы много носили этот комбинезон и он прекрасно себя проявил поэтому мне это пряжа тоже была куплена для вот таких комбинезончиков планировал тоже продавать на эти кто знает меня заблокировали на эти я не имею права там продавать но я выйду из положения я попробую вновь там продавать короче говоря у меня осталось 4 матка пряжи этой alize baby wool 52 и 55 52 белая 55 вот это вот такой серо-сиреневый я начала вязать пофту сюда подвязала блестящий люрекс вот такая нитка но я думаю в любом производителе есть что-то похожее это у меня пью bella yarns еще вот здесь если вам видно да здесь есть сполохи такие вспышки салатовый малиновый голубые желтый великолепно смотрится я короче говоря сейчас рассказываю это yarn yarn art это я давно купила вот такую пряжу в соседнем магазине просто вот в районе ларек пряжа это стопроцентный акрил очень такая скользкая достаточно пряжа вот именно скользящая но внешне просто великолепно я искал альтернативу пока найти не могу я нашла в лане гросси стопроцентный а меринос вот так же выкрашен но несопоставимы цены если это стоит там где-то 100 рублей да в этом районе цена то там где-то 500 ну что во-первых меринос во-вторых лана гросса ну и много каких-то еще факторов девочки если вы знаете чем можно заменить вот такой вот пряжи или вы знаете производителя пожалуйста напишите мне я буду вам несказанно благодарна потому что я уже весь интернет исходила ноги избила найти не могу вот все сейчас закончится и больше не не будет такой пряжи она мне дико понравилась короче говоря здесь у меня чистая лизы бабе вул в две нитки а горловина на четверки все остальное на пятерки а вот дальше где видите вот эти точечки да то есть я включила себе вот эту сюда одну нитку и одну нитку а лизы бабе вул и получается есть эффект этих пятнышек но качество пряжа лизы здесь сохранилась я очень надеюсь что я очень надеюсь что это кофта нам прослужит что она проявит себя хорошо то что носится детское но не носится долго но носится как бы в хвост и в гриву как снимают вещи дети наверное вот ноги наблюдали если она там не сдирается не снимается и все там что там трещат все швы и в общем как то так в общем если лизы мне понравится я буду ее использовать сейчас джемпер будет тестовый очень много времени опять любил этому джемпер но он правда хорош в итоге скоро покажу что получилось вот такой джемпер дальше теперь мне предстоит вот такой проект наконец я себе свяжу кофту свитер и вообще порадую себя это образец из одного матка один моток валерия дирома пьюма это пряжа шнурок очень похож на всем известный эйр по многих производителях именно такое название дают до пряжи чтобы всем было понятно что это шнурок вспушенный смиреносом во иногда там присутствует полиэстер чтобы шнур был крепче вот например здесь 80 процентов шерсти и 20 процентов полиамида то бишь как раз таки шнурок 20 процентный но сюда я хочу добавить нить люрекс алис есть маленький участок который наверное а вот 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 видите пошло мерцание я хочу включить сюда люрекс но не серебристый вот такой розовый представьте это очень тонкая нить люрекса здесь она мерцает серебром а так она будет мерцать розовым и это будет просто сказка я так думаю я уверена в общем очень-очень и очень светлый ментол поэтому свитер я тоже хочу сделать небольшое или большой в общем я хочу снять видео как его вязать потому что это будет простой свитер без каких-то сложностей знаете когда нужно считать петли какие-то вывязывать узоры я это жутко не люблю я знаете как люблю я сажусь вязать вещи я вот только начала вязать не уже минут там через десять надоедает вязать и хочется чтобы скорее вещь появилась на свет поэтому я люблю очень быстрое вязание мелкие спицы я разлюбила я больше не могу и конечно и периодически к нему подступаясь но и я все и я жалею себя я жалею свое время не хочется поскорее все выпускать придумывая их максимально простыми для производства конечно не все замысловаты со своим как какой-то изюминкой вот даже хотя бы вот этот свитерок которым я много много говорила я бы тоже старалась вязать очень быстро то здесь и спицы пятерка и простой реглан но за счет того что здесь хороший подбор цвета вещь получается стильной точно так же и здесь мне будет интересная модель свитера да вот с ниткой люрекса это будет просто цимус сказка огонь так что не следите за моими выпусками ставьте уведомления чтобы не пропустить в общем выпуске моих вот этих свитерков а еще мне есть шелк это шелк из распущенных и переработанных сарий индейских девочки я вообще в восторге какая красота это буду вязать летом что-то себе летняя что-то восхитительное я не знаю или весенние про просто вот цвет огонь он не передается немножко перевирается он больше есть больше бирюзы чем в камере синевые вот так выглядит мохнатая вот такая нить тебя тонкая толстая попробуем посмотрим а и такое пестрое в общем интересного будет много я жду не дождусь еще я хочу запустить все таки свой эти магазин не знаю что я пока там буду продавать но хочу в общем еще мне появилась машинка вязальная кто не знает переходите по ссылке посмотрите что я там приобрела девочки подписывайтесь на мой youtube канал чтобы не пропустить мои видео ставьте уведомление колокольчик ставьте лайки пальчики кверху или не нравится пальчик книзу в общем я всем рада хорошего всем встречи нового года и дай бог чтобы у всех было здоровья никто не болеете чтобы у всех все было хорошо не злитесь друг на друга все отлично девочки главное чтобы все были довольны чтобы все были близки и рядом чтобы все были довольны да и благо вам ваш дом в общем это же превращается в тост наверное потому что душа требует нового года шампанского все давайте до встречи пока всем удачных проектов пока пока